Осень – время сбора урожая, и в конференц-зале администрации городского округа выставка даров природы. Но обсуждают не богатство и плодородие Щелковской земли, а то, что даже эти помидоры, яблоки и морковка должны выращиваться в рамках закона. Расширенное совещание с руководителями местных СНТ и ДНТ, представителями Министерства имущественных отношений, БТИ, Союза дачников Подмосковья, провела заместитель главы администрации городского округа Щелкова Елена Суслина. Оно связано как с регистрацией объектов недвижимого имущества на задорых и дачных территориях, так и с дачной амнистией, с регистрацией недвижимости в садоводческих товариществах. Мы обсудим здесь сейчас актуальные проблемы решения, проблемы реализации данных норм права. Основной вопрос – вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости на частных земельных участках. Процесс начался в Подмосковье в 2017 году. Идет непросто, к тому же меняется законодательство. И к этому далеко не все могут быстро адаптироваться. Федеральному правительству даже пришлось продлить так называемую «дачную амнистию» – возможность по упрощенной схеме оформить в собственность дачное строение. Прошу вас, запишите, пожалуйста, дату. Она продлена до 1 марта 2021 года. Если на территории СНТ есть собственники, которые построили дома и не спешат их зарегистрировать, прямо вот лично удостоверяйтесь, что есть такие собственники, которые не переживают по этому моменту, не знаю, там, вызовите их, переговорите с ними, пусть регистрируют обязательно. Потому что, действительно, пока есть такое послабление, пока есть такая возможность, ей нужно обязательно воспользоваться. Собравшимся напомнили, что незарегистрированный объект – это большой риск. Его нельзя ни продать, ни передать по наследству. Он юридически никак не защищен и вообще является самовольной постройкой. Закон требует оформить его и платить налоги, которые при этом поступают в муниципальный бюджет. Навстречу собственникам в вопросе регистрации имущества идет и областное правительство. По поручению губернатора в муниципалитетах созданы бесплатные консультационные центры под эгидой БТИ. В этих центрах дается возможность жителям оформить необходимые документы, подать заявку и получить информацию в сфере имущественных отношений. В наших консультационных центрах граждане могут получить информацию по вопросам регистрации и оформления недвижимости, узнать о правилах перевода садового дома в жилой, и обсудить со специалистами конкретные ситуации касательно землепользования. На совещании обсудили еще ряд вопросов, которые волнуют как руководителей садовых и дачных кооперативов, так и рядовых дачников. Результаты новой кадастровой оценки, утвержденной в этом году, первые итоги работы нового федерального закона о ведении гражданами садоводства и огородничества и другие. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.